В Беларуси проходит республиканская акция Министерства по чрезвычайным ситуациям «Молодёжь за безопасность». В дни её проведения учащихся Полоцкого химико-технологического колледжа приняли в Белорусскую молодёжную общественную организацию спасателей пожарных. К этому мероприятию шли целенаправленно, то есть ребята выбрали ту специальность, которую они хотели получить, и сегодня они первый шаг это совершили. Они уже на второй шаг, потому что вступили, и в дальнейшем их судьба и их профессия будут связаны с тем, что они будут непосредственно работать на должностях рядового маршестава органов по чрезвычайным ситуациям. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций – так называется специальность, на которой учатся юные спасатели. В ряды профильной молодёжной организации вступили студенты первого и второго курсов. Новая для нашего региона специальность открылась два года назад. В следующем году ожидается первый выпуск. Требования, предъявляемые к профессии спасателя со стороны военно-врачебной комиссии, достаточно высокие, и поэтому те, кто захочет служить в органах подделения по чрезвычайным ситуациям, должны быть пройти ВВК. Ожидается порядка 30 человек в выпуск в следующем году, и мы, в принципе, их с удовольствием примем на работу. Сегодня в Химико-технологическом колледже осваивают профессию спасателей пожарных 74 человека. На эту специальность планируется увеличить набор. Молодые спасатели есть и будут востребованы на полочине, уверен Фёдор Шарко. Сейчас идет обновление у нас коллектива. Уже, к сожалению, те сотрудники, которые достигают пенсионного возраста, уходят на пенсию. И как бы, в случае того, что надо пополнять и делиться опытом, это самый тот момент, когда можно этих молодых ребят использовать для того, чтобы они от этих сотрудников, которые в следующем году на пенсию, набрались какого-то определенного опыта, той же практики, той же теории, которую они получат по месту службы, не по месту учебы. В нашем регионе значительное количество промышленных предприятий с высоким уровнем пожарной опасности. Как следствие, здесь сосредоточено достаточно много подразделений МЧС, поэтому за свое будущее выпускники могут не волноваться. К тому же, после получения специальности, они могут поступить в Университет гражданской защиты и получить высшее образование по сокращенной форме обучения. Игорь Полынский, Сергей Золынский, Саммит Плюс ТВ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok